Друзья, ставьте лайки и оставляйте комментарии, мы начинаем. Мустафа Шакай Улы родился 25 декабря 1890 года в казахском ауле Аулия Тарангл на реке Сырдарье близ Перовска. Его предки были степными аристократами из рода Копчак Башай. Видный общественно-политический деятель, член мусульманской фракции Российской Государственной Думы. Создатель организации «Туркестанское единство». Когда Мустафе было 8 лет, произошло восстание под руководством имама Мадели, в котором участвовали узбеки, казахи, киргизы. Восстание было жестоко подавлено. По указанию Николая II все земли восставших, включая зимовки, а также все лучшие угодья, были переданы в собственность русским переселенцам. Вот почему, дав Мустафе мусульманское домашнее образование, родители определяют его в русскую ташкентскую гимназию, где он учится вместе с Керенским. Как известно, казахи, как дикие в Третьем и Четвертом Государственных Думах, не получили депутатского представительства и потому могли действовать только через так называемую мусульманскую фракцию Европейской части России. Несмотря на молодость, Мустафа был подлинной душой аркомиссии при этой фракции. Через нее он смог представить Госдуме картину кровавого подавления войсками восстания 1916 год, когда в феврале 1917 год было создано Временное правительство. Мустафа Чакаев способствовал назначению комиссаром в степной крае Лихана Букиханова, в Туркестан, Мухаммеджана Тенышбаева. Но еще до февральской революции у него зародилась идея Туркестанского союза, для чего он выезжает в 1916 году в Казань и создает организацию под названием Туркестанское единство. В ее руководство вошли пять человек, безусловным лидером которых был Мустафа. 27 декабря 1917 года все политические течения и партии, собравшиеся на Всетуркестанский конгресс, объявили о создании каканской автономии, избрав ее первым президентом Тенышбаева, а после его ухода единогласно Чакаева. В документах, принятых Конгрессом, декларировалась необходимость установления с Россией экономических взаимоотношений на основе равенства и взаимовыгодных интересов. Но Какант оказался беззащитным перед нападением большевиков по всем параметрам. Не хватало вооружения, военных кадров, международной поддержки. После захвата города началась повальная резня, насилие над женщинами, грабеж, расстрелы без суда и следствия, уничтожение лишних свидетелей. Только благодаря мужеству и самоотверженности соратников Чакаева, ему удается вырваться из этого кровавого месива. Через Баку, Батуми, Стамбул, Мустафа добирается до Парижа и оседает в нем. Мустафа Шакай похоронен на турецком мусульманском кладбище Османидов в Берлине. На надгробном памятнике чуть ниже даты кончины по воле супруги Шакая, Марии Яковлевны, проставлены три латинские буквы и четыре цифры, Джоу, 15,13. Они указывают на 13 стих 15 главы Евангелия от Иоанна, который гласит Нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей своих.